Ребята, вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда на протяжении долгих недель не могли выбрать себе подходящий гаджет? Вот взять, к примеру, сегмент мышек. Десятки компаний выпускают сотни моделей, которые, более того, еще ежегодно обрастают новыми версиями. Выбирая себе верного грызуна, можно без преувеличения и чокнуться. Сегодня у нас на тесте две отличные мышки от компании EpicJir. И мы бы рады сказать, что на них ваше мучение закончится, но на самом деле мы этого пока еще не знаем. Давайте их протестируем, узнаем всю правду, и мы с вами этой правдой обязательно поделимся. Давайте начнем с более доступного грызуна. А таковым у нас является EpicJir Zor. Ее даже можно отнести к самому начальному классу игровых мышек. Тем не менее, это никоим образом не отразилось на ее внешнем виде. Мышка выполнена из качественно слегка шершавого пластика, формы грубые, без лишних заигрываний. В целом дизайн можно назвать космическим, в том смысле, что мышка как раз напоминает элемент конструкции космического корабля. Играет на такое чувство и обилие всевозможных подсветок. У Зора светится скролл, логотип компании и само название модели, которая выполнена в непривычно миниатюрных размерах. И мы, если честно, такое видим впервые. Но самая эффектная часть с подсветкой – это ползунок быстрой смены DPI, который напоминает некий индикатор готовности уже, наверное, космического оружия к стрельбе. Есть у компании EpicJory свои фирменные вещи, которые они в той или иной форме располагают на своих гаджетах. К таковым точно можно отнести пластиковые вставки в приглушенном розовом цвете. У Зора в таком варианте выполнено все днище. Мышка симметричная, подойдет исключительно для правшей. А на коробке в графе рекомендуемые хваты указаны хватка ладонью и хватка когтями. EpicJory, вы, наверное, про хват типа коготь? Но в итоге мы вас все-таки поняли. В целом мышка вызывает позитивное впечатление. Форма действительно удобна для любого вида хвата, включая уже упомянутый хват когтями. Не забудьте их отрастить, главное. Но все же гаджет немного тяжеловат. А знаете, это вовсе не случайно, поскольку у компании EpicJory есть еще одна фишка. Огромное количество их гаджетов поддаются кастомизации. Что касаемо зорота, легким движением руки, и правда, это действие выполняется даже чересчур легко. Вы можете снять ее верхнюю крышку и получить доступ к отсеку из четырех грузиков. При этом они выполнены в форме таких себе сплюснутых пластин. Манипулируя пластинами, вы можете не только, собственно, менять вес мышки, но также менять ее центр тяжести, что для прогеймеров, безусловно, будет крайне важно. А можно и попросту вытянуть все четыре груза и получить относительно легкий вариант грызуна. Тоже ведь вариант. На этом особенности не заканчиваются. Все мы знаем о геймерском режиме для клавиатур, в котором отключаются определенные клавиши. А вот с мышками до недавнего времени такое практиковали не особо. В EpicJory решили это изменить, поэтому у Zora можно легко заблокировать кнопки переключения DPI и профилей. Нельзя сказать, что данная функция, она прям чрезвычайно полезна, поскольку данные кнопки тяжело случайно нажать даже в пылу битвы. Но, тем не менее, пусть будет. В целом же Zora видится нам таким себе бюджетным вариантом, с массой наворотов для геймеров, которые очень так скрупулезно считают свои денюжки, но при этом все-таки хотят быть на вершине успеха, но при этом не хотят перезакладывать свою квартиру, влезать в долги или чего еще похуже. Не поверите, но и это еще не все. Даже режим подсветки здесь уникальный. В частности, после 20 секунд простоя, скролл Zora начинает в произвольной манере менять цвета в рамках пяти вариантов. Взяли ее в руки, цвет устанавливается в зависимости от выбранного вами профиля. Технологии? На чем не сэкономили, так это на сенсоре, с максимальным значением всего в 3500 DPI. Но, с другой стороны, вам что, правда нужно больше? Лично у нас с этим сенсором проблем не было. Так что советуем вам на этом моменте особо не зацикливаться. Мы с вами все-таки довольно далеки от мира киберспорта, правда? Так что переходим к Epic Gear Morpho. А это уже модель немного подороже и немного посерьезнее. В плане формы, расположение кнопок Zora и Morpho абсолютно идентичны. Отличия касаются в первую очередь доступных цветов. В частности, Morpho поставляется в том числе и в необычной серой расцветке, которая просто невероятно сочетается, к примеру, с голубой подсветкой. Отличается и сам пластик. Если в Zora это матовое исполнение, то в Morpho это глянец. Еще одно изменение — цвет днища. Игривый розовый оттенок ушел в прошлое. Как мы и говорили, теперь все очень серьезно. В случае с Morpho игроку также позволяют настроить такие тонкости, как сглаживание углов, а также срабатывание мышки в зависимости от ее высоты по отношению к поверхности. В наличии также все уникальные технологии, которые были и в Zora. В частности, система грузиков, блокировка клавиш и подсветка, которая живет своей жизнью и не очень обращает на вас внимания. Подсветка, кстати, здесь уже абсолютно полноценная, RGB, в то время как в разговоре о Zora это всего лишь 5 цветов. Но, конечно же, самый главный момент — это уже куда более серьезный сенсор с разрешительной способностью в 6400 DPI. Morpho — это уже более навороченный девайс, который позволит играть в современных шутерах на повышенных разрешениях и достигать более весомых результатов. В этом плане разница между нашими двумя героинями все же ощутима. Да и вообще, тестируя второй девайс от одной и той же компании, да еще и в идентичном дизайне, ты начинаешь смотреть на вещи более трезво. Некоторые вещи начинают казаться тебе более очевидными. Например, даже после выемки всех грузов, мышь все же показалась нам немного тяжеловатой со смещенным центром тяжести ближе к началу. Эту вещь мы подметили еще в случае с первой героиней, а теперь просто в ней убедились. И на самом деле внутри мышки есть еще один уже куда более массивный груз. Его также можно вытащить, но для этого вам придется разобрать мышь уже куда более основательно, вплоть до потери гарантии. Чего еще хотелось бы от обеих мышек, так это немного больше отзывчивости кнопок. Дело субъективное, конечно, но основные кнопки, по нашему мнению, все же немного туговаты. Да и скроу мог бы вести себя более дзычо, но в любом случае кнопки нормальные. И дискомфорта не вызывают. Что же в итоге? Стоит ли бросать все и бежать за данными EpicGuer'ами к нам в магазин? Если вы так и сделаете это, это будет точно неплохое решение. Суть в том, что EpicGuer'е чуть ли не единственная компания в мире, которая за абсолютно смешные деньги может предложить вам качественные, с подсветочкой, да еще и настраиваемые мышки. Вы поищите, поищите, кто еще готов сделать вам подобное предложение. И если вы таких людей найдете, обязательно не забудьте нам об этом написать. У компании EpicGuer'е есть огромное количество гаджетов, которые являются... Кастомизируемыми... Мыми... Кастомизируемые... Мые... 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 Кастомизируемые... Кастомизируемые...